Свердловский архитектурный институт Так получилось, что на заре перестройки, когда еще никто никуда не ездил, кроме Москвы Мне посчастливилось уехать на Запад и научиться там кое-чему Сначала закончил швейцарский арт-центр College of Design Несколько стажировок очень интересных было с крупнейшими дизайнерами мира А потом предложили работу на Ситроэне в Париже Шесть лет я отработал на Ситроэне И практически все автомобили Ситроэн, которые сейчас на улицах наших ездят В основном девчонки ими управляют Так вот, это как бы плод той работы, той команды Потом было восемь лет работы на Тойоте Главным дизайнером Тойоты по интерьерам Европейский филиал И в 2007 году я вернулся в Россию Значит, основной задачей моей на Тойоте Ну, как я себе ее выбрал Была работа над адванс дизайном, так называемым То есть это то, что будет совсем в будущем Это не то, что мы сейчас видим и не то, что мы увидим завтра Это то, что планируется на после-после-после завтра То есть лет на 25-30 вперед в автомобильной промышленности И лет на 100 вперед в авиационной промышленности и так далее Так вот, модернизация Я тут немножко перефразировал под слово прогресс Вообще, компания Астророса, у нас вот несколько человек всего И наш главный стратег Сергей Хапров Он как раз вот занимается семантикой слов Так вот, прогресс – это очень простая вещь Это увеличение сложности во времени Простая вещь Покажу на примере автомобильной Автомобильном примере Ну вот, прирост сложности во времени Вот так красная штучка, которая наверху Ну, назовем ее супертехнологический автомобиль Он очень сложный Сейчас я вам примерно покажу, как такого плана автомобиль выглядит Ну, вот так примерно это на просвет Вот из чего он состоит Скажем, части, которые штампуются Вот Потом у нас есть мотор очень сложный Обязательно подушки есть, чтобы лицо не испортить Есть вентиляция, чтобы не задохнуться в пробке и так далее То есть это достаточно сложный объект И мы приходим к простой таблице Что увеличение сложности во времени Дает уменьшение эффективности во времени И вот где-то вот в пересечении этих двух графиков Сейчас я попробую вам все это дело объяснить Отношение полезного груза на количество новых элементов Где-то в начале автомобильной промышленности В районе 20-х годов, когда вдруг пропали лошади На которых мы скакали 100 тысяч лет И там были нано-подковы И там фураж был какой-то чумовой совершенно Там были ямщики, станции перекладные Все можно было поменять, очень прекрасно все было устроено 100 тысяч лет И вдруг за 10 лет пропали лошади Упс, нету И нано-подковы вдруг стали не нужны, не важны И абсолютно не интересны Так вот в 20-е годы, вот где-то в районе Вот это, если была лазерная каска Я, к сожалению, не попросил Но если у кого-то есть Нам она все-таки могла бы пригодиться Вот это второй автомобильчик Этот автомобиль перевозил определенное количество груза На определенное расстояние За определенную цену Так вот, он был наиболее эффективен Потом уже, вот в 30-е годы Это была максимальная эффективность автомобиля А потом пошли уже инсинуации И на самом деле, если мы сейчас посмотрим Вот эту красную машинку наверху И представим себе ее Как мы все видим ее в пробках, например Вот мы стоим в пробке Где-нибудь на Кутузовском И перед нами стоит Феррари И делает так вот А там технологии наворочены внутри И там такой мотор идеальный И там замечательная коробка передач И вот эта девочка Едет в магазин Да, вот спасибо большое Я вам отдам ее Ух ты, Китай Да Работает? Работает чуть-чуть Есть, вот она Так вот, она едет в магазин За колготками А в это время Вся промышленность мира Работает над тем Как сделать машину эту еще лучше И еще мощнее И еще быстрее И вот мы ее получаем Она суперскоростная У нее Нет, даже есть Бугатти Тысяча лошадиных сил Тысяча лошадей Огромный табун такой под тобой А ты такой Олигарх И ты такой стоишь А вокруг еще охрана Десять джипов Неэффективно Так вот Есть оптимальная сложность И оптимальная сложность Это очень важный момент Который не все мы умеем отслеживать Это очень важно Отследить оптимальную сложность Я сейчас попробую Объяснить на простом примере Когда я был маленький Я очень-очень хотел Обладать вот таким вот объектом Это швейцарский армейский нож Такой мальчишеский объект И можно и в ножички играть И заточить рогатку какую-нибудь Или еще что-то Страшно полезная вещь Страшная Я никогда не понимал Зачем штопор Но потом постарше стал Понял Да, полезная очень вещь Супер А вот это вообще мечта нереальная Любого ребенка Которому там лет 12 Супер мечта Как же там еще ножницы есть Это вообще нереальная штука Вау А это что такое А вот И вот у меня вопрос К аудитории, кстати Ну, вот вас не спрашиваю Да Вот это что такое Вот это вот А вот эти зубья что такое Что-что Никто пока не отгадал Нет Правильно, рыбу чистить Дальше Как вы думаете Вот эта штучка зачем Что Неправильно Это нитку Нитку поддерживать Да Как вы думаете Зачем лупа Правильно Костер разводить Хорошо А вот эта вещь зачем Никто не отгадал пока Чинить ботинки Да Чинить ботинки Которые порвались А вот эта вещь Это шило Вот сюда продевается Нить А потом вот этой штукой Вы вытаскиваете Это все дело Это страшно Навороченная вещь Просто супер Эффективно Нереально А вот это у нас Что такое Но почему Вы смеетесь Это же прогресс Мы же Мы же увеличиваем Сложность Да Мы же можем Увеличить сложность Ну давайте порежем Этой штукой Что-нибудь А давайте Может быть Ножничками попробуем Ногти подстричь Или я не знаю Что там можно сделать Я не знаю Что им можно сделать Это неэффективная вещь Это тот же самый Феррари на дороге В Москве Да Так вот Управляющий параметр Который отслеживает Сложность Это размер ладони То есть Как только Это выходит За размер ладони Это становится Тупо И абсурдно Вот Поэтому Поехали дальше Вот это поворот Направо У нас есть Прекрасное Звенигородское шоссе Которое сейчас Делает такой Поворот Направо Кто-нибудь знает На пересечении С МКАДом Сколько стоит Развязочка Ну Попробуем Вы финансово Промышленная Академия Вы должны знать Сколько стоит Развязочка Чего Сот миллионов Я думаю Порядка Трех миллиардов Она стоит Долларов Дальше поехали Вот тут плохо видно Но это то, что под землей Происходит Если мы копнем В Москве Где-нибудь Что-нибудь То мы обязательно Уткнемся Или в метро Или в какой-нибудь кабель Или в какой-нибудь Бункер Или в какой-нибудь Водопровод А еще Хуже Попасть на Какое-нибудь Электричество И еще что-нибудь Это я только так Это я шучу Тут совсем плохо видно Если кто-то был В Японии То На виде самолета Когда подлетаешь К Японию Там нету больше Города и деревни Там Есть единый Такой город И кое-где Растут такие горы В горах Они не живут Почему-то Я не могу понять Там только лес А вот Вот этот город Внизу Значит там такая ситуация Что Есть Очень-очень-очень Много домов И в основном Они невысокие А есть еще Много высоких домов И это все В сейсмической зоне Находится Но дело в том Что они еще живут Под землей То есть там Шесть этажей вниз Шесть этажей вверх И можно потеряться Под землей В общем Это полный муравейник Застрелиться и не жить Вот Это к разговору о том Что мир усложняется И в каждом направлении В каждом направлении Есть усложнения Так вот Например Если сейчас взять Наше образование То В свое время Когда буржуазия Только Развивалась И на заводах Нужны были рабочие То Скажем Крестьянин Который приходил Из деревни Ему давали Два класса образования Его учили Что такое часы Чтобы он знал Во сколько прийти Его учили Что такое гудок Чтобы всех В одно время Приводить на завод Его учили Поставить галочку Сколько деталей он сделал То есть Грамоте учили Два класса образования Дальше Это было суперэффективно Тысяча процентов эффективности Тысяча процентов эффективности Потому что машина Работала с восьми утра В восемь утра Он приходил И просто наблюдал за машиной Дальше Образование пошло дальше Четыре класса образования Уже люди были достаточно образованы Где-то ФЗУ у нас было Перед войной Порядка По-моему Пять или шесть лет Обучение было Так вот Все супергенералы Все супервоеначальники Все суперруководители Производств Которые строили заводы Которые Достигали Тех индустриальных успехов Они закончили ФЗУ В пять классов образования Ребяточки Сейчас мы учимся Семнадцать лет Выходим И не знаем Что делать Мы выходим такие Офигенный золотой диплом Три золотых медали Вот такой вот иконостас И что теперь делать с ним Выходишь и начинаешь Продавать жвачку Потому что это суперкруто Потому что можно жить дальше Так вот Давайте посмотрим сейчас Про инновации Это я вам про модернизацию рассказал То есть можно уходить В заоблачные дали Если не отслеживать Оптимальные сложности Это очень важный график С которым мы будем Двигаться дальше Вот Это наш прогресс Т-т-т-т-т-т-т-т Автомобиль 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 Красная машина И мы еще ее Собираемся усложнять Сюда, да А на самом деле Мы пошли вот сюда Потому что она становится Неэффективной Вот оптимальная Сложность наша Вот здесь Надо бы что-то сделать Надо сделать скачок Инновационный Это как раз и есть точка Инновации И отсюда можно Дальше продолжать прогресс Такой же, как и здесь То есть это такой цикличный график Очень простой Вот Хороший пример Шмейная машинка Она же жестовский поднос Она же водоколонка Ну в общем Это вот с чего все начиналось А вот ее модернизация Это мы уже немножко помним У бабушек еще У каких-то бабушек Сохранилось Вот эта штука Шило И бязь Если девочки знают Бязь Это то, что у нас на шторах Висит Такая как Тюль Назовем так И пальто Такое жесткое Нереальное пальто Зингер Работал идеально Вообще Кто мы ему дали? Электропривод Электропривод Сначала на ногах Это все было Сначала на руках Потом на ногах Потом электропривод дали Опа-на Модернизация Тот же самый Зингер Только электрический А это супер И с экраном И вышивает И песню вам поет И все, что хотите Вам делает Это модернизация Просто в полном масштабе Но до нее Было вон что Ах как же Ну конечно То есть Вот этот наперсток Даже с нано-покрытием Даже с мягкой С мягкой подушечкой Внутри Делал 200 Скажем так Уколов В день А машинка Сделала 2000 уколов В день То есть 1000 процентов Там или я не знаю Может 20 тысяч Уколов в день Но это 1000 процентов Эффективности И это есть Инновационный скачок Вот у нас есть Большой инфраструктурный объект И вдруг Я ничего не говорю Да Но на всякий случай Я же не знаю Что может быть завтра Вдруг туда Ну прилетает Какая-нибудь Крылатая ракета Упс И что теперь нам делать Выключать Сибирь что ли Так вот Нано-реактор Нано-реактор Это энергетический ресурс Который может Обслуживать 6 деревень Или Алтуфьева Или центральный Округ Закопанная На километр Такая штука В землю Не принесет Никакого вреда Потому что она Маленькая Но она может Снабжать кластер Деревень Или половину Новосибирска Или еще Какие-то Отдельные Участки Про которые Я дальше буду Говорить Это было сделано Да На всякий случай Я еще просто не буду Показывать вам Но у нас сейчас Идет разработка Разработка Говорят Идет разработка Ядерного буксира Космического Так вот Мы работаем Плотно с РКК Энергией Это ракетно-космическая Корпорация И там есть Такой Вахтанг Я не вспомню Фамилию Очень старенький Дяденька Который в свое время Был директором Этой РКК Энергии В 60-е и 70-е годы Как раз Когда все это Вау Было Вот такое Так вот Он меня вот так За рукав подвел Говорит Вот возьми-ка Говорит Вот эту штучку В руки Вот такая штучка Длинная только Я беру Он говорит Что это такое Я говорю Титановый стержень Он говорит Правильно Это титановый стержень Охлаждение Ядерного реактора Так вот Говорит Может быть он радиоактивный Что ты его взял в руки Я говорю Нормально Вот у вас тут Вот Ситуация какая Что в 62-м году Был построен Ядерный космический буксир Который мог Транспортировать Космические объекты От Земли К Венере От Венере К Марсу От Марса К Луне От Луны К Венере От Венере К Лунне И так далее То есть мы могли Маневрировать в космосе Это очень важно Ребята Маневрировать в космосе Американцы пока не научились 61-й год В этом году 50 лет Первому полету Человека в космос Мы внизу Вон строим дома На коняшках И на лошадках Кирпичи возим У нас нет грузовиков У нас Сталинград в руинах Ребята Я продолжаю Сталинград до сих пор в руинах Вот Поэтому У нас Москва в руинах До сих пор Да Поэтому давайте не будем Как бы иллюзий Больших питать Да То есть нам тяжело У нас ресурсов не так много Но мы запускаем Человека в космос Это такой рывок Нереальный Это к вопросу Об инновациях А не модернизации Вот эти вещи Вообще не понимаю Как это летает Да Вот эти штуки Поднимают вагоны в воздух Сгруженные вагоны Как это может быть Он поднимает Больше своего веса Эта штуковина Это все 60-е годы А эта вещь Вообще сумасшедшая Экраноплан 800 км в час На высоте 5 метров От воды Эта штука Должна была захватывать Соединенные Штаты Америки Десантный корабль 200 десантников На борту 4 ядерные ракеты Хоп Прилетело 200 таких самолетиков До свидания Американский континент Вот Эта штука Не отслеживается Радаром до сих пор Конструкторское бюро Алексеева 60-й год На всякий случай Это я вам просто Экскурс в историю даю Да Потому что У нас же сейчас Какие инновации Кто как украл И кто Как распилил И какую яхту Построили нам Новому олигарху Где-нибудь в Голландии А не у нас А вот эта вещь Вообще уникальная Это вообще Супер вещь Космический самолет Маневры в вакууме На всякий случай Это сбивать спутники Эта штука Взлетает в космос И там начинает Рулить между орбитами То есть Не так что Опа запустили Потеряли Три глонасса Опа запустили Еще три глонасса Потеряли А эта штука В шестьдесят втором году Рулила в космосе Ребята Она рулила Там нету воздуха Там оттолкнуться Нет чего Как они это делали Да Это наши деды Во всякий случай А вот и наше Любимое Высокое здание Которое мы все знаем И мимо него проезжаем Как будто бы Так и должно быть На самом деле У этого здания Фундамент всего Три метра Высота Пятьсот двадцать Это очень круто Это инновация Сумасшедшая Совершенно В архитектуре А вот это тоже вещь Ну мы всегда улыбаемся Когда на эту вещь смотрим Да Ну казалось бы Луна охот Луна охот На марках На почта СССР Там все-все-все написано Американцы придумывают Опять же Зворыкин Придумывает телевизор Американский инженер Зворыкин Придумывает телевизор И американцы Говорят О У нас есть телевизор Давайте к нему Сделаем Ремот контрол Ремот контрол Пять метров Вау Не нужно с софы вставать Да То есть мы толстые Сидим Едим попкорн И можно управлять телевизором Круто, ребята Четыреста тысяч километров Ремот контрол Не пять метров От холодильника до телека Четыреста тысяч километров Без компьютеров Управляемый робот Двадцать минут задержка сигнала Ну, далеко летит Сигналу Вот Как это было сделано А еще есть замечательный документ В музее Бальконура А4 формат На нем написано Справка Грунт Луны Считать твердым Пемзообразным Королев Все Крупным так Карандашом Синим Документ К чему Блин, на Луну надо лететь Американцы скоро полетят Надо успевать Надо успевать Та-та-та-та-та-та-та-та Если эта штука прилетит Она завязнет в пыли Блин, не знаем, что делать Королев говорит Так, хватит болтать Документ Справка Грунт Луны Считать твердым Пемзообразным А теперь всем идти И работать И вся страна пошла Поработала Отправила на ход Он там поездил И сейчас его нашли И даже уже продали То есть он уже проданный Стоит там наверху Мы сейчас продавать Офигенно любим Да ведь? То есть мы все Финансово-промышленные Извините Я не наезжаю Мы просто посмотрите По сторонам Мы же вон Ларьки какие у нас крутые Продаем вот это Вот это Все есть Поехали 68-й год Гражданский Сверхзвуковой самолет Первый 60-й год Вот моя любимая история Вообще супер Такой товарищ Губкин Ходит и всем рассказывает Ребята Нефть произошла Не от динозавров Американцы говорят Да от динозавров Произошла нефть Все не парься Мы уже давно Все знаем Нефть произошла От динозавров И еще От флоры И фауны Которая раньше была Умерла Сплющилась И получилась нефть Он говорит Не-не-не-не Американцы говорят Поэтому Нефть нужно добывать На шельфе И все И больше ее нигде нету И поэтому нефть Есть только в Мексиканском заливе И даже не парьтесь Нигде даже не ищите А он говорит Нет Губкин Ходит Ходит И говорит Нет Я думал Инновация должна быть Какая-то Нет-нет Нефть произошла От сдвижения Тектонического Тектонического Сдвижения Пластов Туда что-то Засосало И там Короче У нас в Сибири Ее полно Наши такие говорят Да ты что С ума сошел Американцы Сказали тебе Дураку Они же умные Они же тебе Сказали дураку Нефть от динозавров Он говорит Идите всем нафиг Я поеду в Сибирь И найду нашу нефть Поехал Нашел А теперь смотрите Вот это вот карта Это вот Тюменская область А вот это Европа И вот это вот снабжение Нефтью и газом На всякий случай Вот это деревце Да то есть они сейчас Все сосут нашу нефть Так вот Ситуация очень простая Да Это супер инновация Человек сказал А я не верю Что от динозавров Произошло Давайте я по другому Подумаю Хотя бы немножечко Дайте мне шанс Не 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 парься Американцы сказали Они клевер Вот Мы сейчас Кормим всю Европу И кормим нашу страну Кстати Мы только на этом сидим Дальше Бабах Радиотелескоп Который я вам Не показал Да Тот вот Который на паровозе Двигался внизу Да Тогда вот мы мечтали В 58 А в 78 Мы его построили И эта штука Стоит сейчас В Евпатории И ловит там Что-то Какие-то там Работают Зараза До сих пор 17 миллионов Лошадиных сил Мотор Нормально То есть Если у кого-то Есть машина Там 200 лошадиных сил Это круто У кого-то Может быть Даже есть 300 лошадиных сил Машина А 17 миллионов Лошадиных сил Ни у кого Нет машины Да Так вот 20 таких моторов Стояло На ракете Энергия Которая выносила Буран в космос 20 таких моторов По 17 миллионов Лошадиных сил Каждый из них Жрал 2,5 тонны Топлива В секунду Мощность Землю проткнуть Можно такой мощностью Это к разговору о том Сейчас американцы Кстати летают На наших моторах Ребят Давайте не будем иллюзий Наши моторы Которые мы настроили В свое время Они не очень дорогие Кстати Относительно недорогие И американцы Их покупают И летают на наших моторах Все эти дискавери Они все на наших моторах Так вот Эти люди Они четко отслеживали Уровень сложности В те времена И они говорили Что вот этого достаточно Вот вагоны нормально перевозят И паровоз нормально работает Ребята Теперь надо лететь в космос А им говорят Да нет Паровоз должен быть Просто нано-паровоз Они говорят Да не нужен нам нано-паровоз Да ну его нафиг В задницу Блин Давайте в космос И кто-то принимал решение Да То есть кто-то принимал решение Сейчас у нас люди едут в Пикалево И принимают решение По цементному заводику Уровень Сопоставьте Принятие решений А вот кто сейчас принимает решения Крутые И вы все прекрасно знаете Кто эти люди Да И русских здесь Точно нету И не надо рассказывать Про Сергея Брина Никакой он не русский Да И не надо рассказывать Про Владимира Пирожкова Потому что то же самое Понимаете Как бы И не надо рассказывать Про ребят Которые графен произвели Ой русские ученые Придумали графен Зворыкин Русский ученый Секурский Русский ученый Рахманинов Русский композитор Все уехали И сделали все там Хватит уже Говорить о том Что они русские Ну хорошо Да Русские Но они сделали все там Вопрос Вот этот очень важный Что мы собираемся Дальше делать Да То есть как бы Мы можем продавать Дальше нашу промышленность Я так понимаю Финансово-промышленная академия Как раз Заточена на продажу промышленности Ну если я логику выстраиваю Правильная То есть как бы Финансово-промышленная Что мы продали Мы продали Волжский автозавод Французам КамАЗ продали немцам Значит Продали половину Авиации там Итальянцам Сейчас продадим Вертолеты итальянцам И вопрос у меня такой А что мы себе-то Оставим? Мы Хотим что ли делать? Или мы Офигенные продавцы? Мы никогда Офигенными продавцами Не были Индийцы были Хорошими продавцами Арабы были Хорошие продавцы Мы Сидели на потоках Всегда У нас был Великий шелковый путь И вот оттуда Из Китая Возили в Европу Чайники Мы Говорим что придумали Самовар Нет Мы не придумали Самовар Это из Ирана Значит мы придумали Пельмени может быть Нет это из Китая А может быть кофе? Нет кофе из Других стран Что мы придумали? Варенький придумали Китай Минуточку Да то есть как бы Может быть топор? Нет Это Китай Поэтому давайте подумаем Что мы придумали Вообще ребята Лада Нива придумали? Нет это не придумали Ну нифига не А? А водка? Что? Водка Русская водка Водка я думаю Что брожение было придумано Далеко еще до Медведей Да то есть Когда Римская империя Уже работала Да то есть У них грапа была Это то же самое Поэтому Оригинальных объектов Да вот Оригинальных объектов Русских Ну блин Давайте поищем вместе Матрешкин Я думаю это Япония Да Япония Т-72 Т-72 тоже Англия Это модернизация Гарандашов в космосе писать Ну давайте подумаем Да это как бы задание вам домашнее Да Так вот Я ни в коем случае не упрекаю Я просто говорю о том Что я думаю Да это очень субъективно Вы можете мне это все Конечно Пожалуйста Так вот Поехали Эту лекцию я делал Вообще-то для Нефтяников Меня попросили Нефтяники Из ТНК БП Сломать им мозг Значит Они говорят Пожалуйста Сломайте нам мозг А то он заплыл нефтью И нам Мы вообще ничего не понимаем Как бы да пожалуйста Вот Я им сделал эту лекцию Им очень понравилось И в принципе Я должен как бы После этого сказать Ну вот все плохо Да то есть Вот я вам сейчас Сделал анализ Того как было И какие мы сейчас Лохи сейчас Да какие вот мы И вот Типа Я Д'Артаньянов И здесь все Как бы неправильно Да Так вот Нет Не так все Значит Какая наша роль Четыре года назад Уже почти четыре года назад Я вернулся из Заграничной командировки Долговременной Двадцатилетней Чтобы Что-то сделать здесь В нашей стране Для нас Для наших детей Значит Ситуация Это мы помним штуку Поехали Это То чем сейчас Занимается Астророс Сейчас я вам расскажу Про проект Который я сейчас Очень плотно продвигаю Из линейной системы В сетевую Все переходит Вот это вот Хороший пример Линейной системы Есть перо Есть флакончик Для туши Есть тушь Есть бумага Есть специальный Такой груз Чтобы бумага Не уходила Есть сургучная печать Потом надо завернуть Голубь Там все дела А потом кто-то Придумал шариковую ручку И теперь мы Всю эту систему Носим у себя В кармашке Вон Валяется Три копейки стоит А вот Это система Навигации Тоже линейная система Которая переходит В сетевую И Если здесь Нам нужно было Иметь карту Острова Сокровищ А потом Нам нужно было Знать Как туда проехать И если у тебя Нет карты То сокровища Ты точно не найдешь То Вот эта штука Она с вами Сейчас разговаривает В автомобиле И говорит А теперь налево Нежным женским голосом А вы такие Танечка А я прямо хочу Она говорит О-о Неправильным маршрутом Поехали Давайте доедем Следующего перерезка И повернем налево Как она работает Я не знаю Да Ну что там Сто спутников летает Да Что это все передается Это меня не волнует Я как потребитель Получил Танечку Танечка Блин знает Куда ехать Конкретно совершенно Да Так вот Это Таня Она хорошая И это Это сетевая система Поехали дальше Вот это мы все понимаем Да То есть Вот это Вот это суперкрутой прорыв Это суперкрутой прорыв Очень важно Сейчас понять Что куда был Проложен провод Туда мы и звонили И если например У бабушки Клавы Где-нибудь В деревне Есть телефон То она бежит И кричит там Танечка Тебе звонят из Москвы Да И вот там Танечка Бежит там С речки Чтобы Добежать до этого Провода Это очень важно Потому что То что о чем я буду Дальше говорить Это то же самое Абсолютно тот же самый Скачок Вот отсюда Вот сюда Знаете сколько сейчас Выпущено мобильных Телефонов в мире 7 миллиардов Правильно То есть У каждого жителя земли Есть мобильный телефон А 20 лет назад Когда дядя выходил Такой в красном пиджаке Тын-тын-тын Золотые пуговицы Клубный такой пиджачок Из большого черного Мерседеса Он открывал багажник Минуточку Оттуда вытаскивают Такой черный ящик У него был такой провод Если кто-то еще помнит Винтажный мобильный телефон И он такой шел и говорил Серега я тебе по мобиле Звоню в натуре Сколько стоил такой телефон Кто вспомнит 15 долларов 15-ку он стоил 15 тысяч долларов Сейчас за эти деньги Можно купить автомобиль Если кто-то вспомнит Одной из инноваций Был видеомагнитофон Тогда его можно было Поменять на автомобиль А если у вас есть двоечка Например Видеомагнитофон И телевизор Тошиба То можно было поменять На квартиру в Москве Нормально Это стоимость инноваций Вот Двигаемся дальше Вот почта Все мы знаем Как почта сейчас работает Да кто последний раз Писал письмо Супер зачет Молодец А вот один Да кто еще Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать А сколько нас здесь О блин Пять процентов Пишет письмо А это совсем недавно Ребята Вы что Интернет-то появился Ерунда какая Так вот Поскольку я транспортник И я автомобильный дизайнер То есть я занимался Системами автомобильными Перевозки Человека в пространстве Вот это наша Офигенная Линейная система Это дороги Которые построены В России Все Вот это вот Реальная ситуация На сегодняшний день Это мы говорим Что мы столько денег На дорогу тратим Ух ты блин Вот это вот Наши дороги Вот сколько мы Страны своей Можем достигнуть Это вот наш Двадцать первый Факин век Да То есть как бы Мы вот здесь вот у нас Чита Хабаровск Недостроена Мы единственная страна В мире Которая не построила Дорогу через себя Саму Блин И мы говорим о том Что мы хотим Заасфальтировать Сибирь Вы че С ума сошли Так вот я вам говорю Из линейной системы В сетевую Вот здесь вот Черт тут Лазер китайский Очень Кстати спасибо большое Из линейной системы В сетевую Мы здесь пока не перешли Вы мне скажете Авиация Конечно же есть Нету авиации Ребяточки Региональная авиация Вся села на землю Ту-134 Ту-154 Перестали свое Существование Прекратили У нас было выпущено Две с половиной тысячи Самолетов Региональной авиации Их больше нет Просто кончились И Боинг и Аэрбас Не собираются Восстанавливать Поголовье А теперь Немножко по цифрам Вам это будет Приятно Посмотреть Две тысячи восьмой Год перед кризисом Три с половиной Миллиона автомобилей Продано в России Супер рынок Все западные компании Стремятся здесь Построить свой заводик Семьдесят Миллиардов Долларов Люди вытащили Из своих карманов И положили Вот так вот За кредиты И купили себе По супер тачке Сейчас мы имеем На улице Офигенные Западные автомобили Шесть миллиардов Было вложено В инфраструктуру В этом году Это один год Восемьдесят миллиардов Долларов Один год Автомобильная инфраструктура Поехали Шоссе Москва Санкт-Петербург Химкинский лес Все вы знаете Один километр Стоит Семьдесят Миллионов Долларов Ребята Семьдесят Миллионов Долларов За километр Это круто Я понимаю Это очень модное Шоссе Но давайте умножим На семьсот километров Эта история И вы получите Пять триллионов Правильно я понимаю Если я умею считать Пять триллионов Вау И у нас в это время Пять миллиардов На технологии кинули Но это только Одна дорожка Ребята Это только из Москвы Санкт-Петербург Эй Давайте Давно Новосибирска Такую построим Блин Китайская Великая стена Дешевле обошлась Девять тысяч километров Почему я об этом говорю Воруем Ну ладно Ничего страшного Продолжаем Так вот Семьдесят миллионов Долларов Это участок С пятнадцатого Пятьдесят пятый Километра Утвержденная стоимость Дальше Три километра Такой трассы Это один завод Тойота В Санкт-Петербурге Который выпускает Пятьдесят тысяч Автомобилей Камри Сложных автомобилей Хороших Желанных Все хотят им Обладать Бизнес-класс Пятьдесят тысяч В год Автомобилей Камри Производится на заводе За три километра Дороги Это значит Я вам напоминаю Стоимость тоннеля Ленинградского А вот у нас Что в Сибири происходит Вообще без шуток То есть Вот это без шуток И это если Например Москвичи Этого не знают А вот люди Которые на джипах Ездят через Нашу страну Они прекрасно представляют Что это такое Это же скач И такого В мире очень много У нас же есть Только несколько стран Которые себе Инфраструктуру отстроили Франция Германия Италия Америка Япония Может быть там Южная Корея И Тут у меня начинает Может быть еще Скандинавия Но это Этим Добром Пользуется Ну скажем там 2% населения Земли А остальные Чем пользуются Остальные пользуются Вот этим добром Поэтому Вот эта нижняя фотография Прекрасная совершенно Вот это Разворот Такой здесь Опа Эти люди хотят Развернуться все Это Ленинский проспект 17 Напротив Текстильного института Там есть такой Замечательный разворот И вот там Одна машинка пробилась Вон она Поехала Остальные все стоят Они на Ферраре все У них там У них эффективность Эфигенная Они 3 часа едут на работу И 3 часа обратно А вот это Американцы на дачу поехали Майя Субтитры создавал DimaTorzok Представьте себе Что это мужик Полетел за водкой Через речку А что Нормальная тема Совершенно Представьте себе Что угодно Это Сенокосилка Недавно В Сибири Из тюрьмы Человек улетел На бензопиле Вообще Вот реально Без шуток Это все в прессе было Тупо на бензопиле Взял и улетел Вот так вот Блин Зачет Русские люди Да Подождите Я не ухожу С этого слайда еще Это только начало Где-то В Казани В Казани В тюрьме Опять же У нас все инноваторы там Значит В тюрьме Значит Прилетает маленький вертолет И приносит с собой Горшочек 700 грамм кокаина Радиоуправляемый Завис перед какой-то камерой Оттуда рука Хоп Доставка Вот нормально Блин Почта А что А что париться-то Нормальная история Человек на крыше Сделал вот напротив И просто рулил вертолетиком Тренировался Цыгане Хорошая Хорошая Вот эту штуку Мне прислали Из Якутска Я вам не просто так Все это рассказываю Я сейчас уже запустил Такой маховик В стране Что мне Из всего Союза Шлют Замечательные Совершенные истории Вот это Из Якутска Человек В Якутской Деревне Серебро Деревня Серебро Придумал вертолет Двухместный Одно место Для него Чтобы он рулил А второе Для доктора Потому что Доехать невозможно Так вот Лопасть этого вертолета Сделана из скотча Из скотча Просто Да работает Летает Да просто чума Люди просто отвечают На вызов времени Ну невозможно Доехать туда Ребята Не заасфальтируемый Сибирь Никогда в жизни Так вот Я говорю про 3D транспорт Массовый и доступный Значит Главная задача какая Чтобы был доступный Комфорт Это должна быть Цена автомобиля Я вам сейчас мечту расскажу Да Значит Это не совсем мечта Уже Но я вам сейчас Просто расскажу мечта Стоит сколько автомобиль Удобство Как у автомобиля Вертикальные взлеты Посадка Скорость и дальность Как у самолета И многотопленность Дизель и керосин Что такое дизель и керосин Начнем с двигателя Всегда все проблемы И у немцев в том числе Перед войной В 1939 году Они построили такой аппарат Но к сожалению У них не было такого мотора Значит Не хватает ресурса мотора Чтобы взлететь Вертикально Так вот Ситуация какая Что если у вас есть Дизельно-керосинный Новый двигатель А это одна система То дизель вы можете брать На обычной автомобильной заправке А керосин вы можете брать На заправке Малой авиации И тогда У вас открывается Очень большой мир Значит я взял Лучшие качества Разных средств транспорта Поскольку я автомобилист Я подумал Почему бы не попробовать Что нужно сделать Это пока мечту вам рассказываю Да Значит нужно поставить Эту штуку на конвейер Для примера Сто лет назад Был придуман автомобиль И был придуман самолет Примерно одновременно А потом автомобиль Кстати пилоты автомобилей И пилоты самолетов Примерно в одно время Одинаково тяжело Рулили и тем и другим Вот Потом Все стало развиваться В своем направлении Автомобиль пошел в свою сторону Самолет в свою сторону Автомобиль в 907 году Через 10 лет после его создания Через 10 лет после его создания Поставили на конвейер Форд поставил его на конвейер И он резко подешевел Теперь мы можем себе позволить Массовое производство автомобилей И мы можем Каждый из нас Практически каждый из нас Здесь имеет какой-то автомобиль А в семье точно есть Вот А ну как бы Это нормальная практика Что тут такого Подумаешь Так вот В мире сейчас выпускается 4,5 тысячи Летательных аппаратов в год Всех Самолетов Вертолетов Маленьких самолетов Там Маленьких вертолетов Любых 4,5 тысячи в год Задача массового производства Сделать массовое производство Этих аппаратов На конвейере То есть сделать Простую историю Форда Вот и все Стоимость Вот такая Это наши люди Такие же Зворыкины Русские Уехали в Германию И построили там Первый в мире Дизельный самолет Это дизель Кто понимает В моторах Тут все характеристики есть Взлет Взлет произошел Три месяца назад Это супер инновация Что это дает Если выпускать 40 тысяч дизелей в год Мы получим стоимость 10 тысяч долларов За один мотор А это значит Что два мотора 20 тысяч долларов А значит Мы можем выходить На стоимость аппарата Как автомобиль Это наши пацаны Вот Сертификация В сентябре Следующего года Авиационная сертификация Более того Этот двигатель Сделан очень интересным образом У него отключается 6 цилиндров Если надо То есть мы взлетаем На 12 Выключаем 6 И экономим топливо Дальше У него есть возможность Переворачиваться в воздухе То есть он С сухим картером Ну Для мальчишек Это будет понятно Что мы можем переворачивать мотор Он будет работать Соответственно Как бы для авиации Это штука подходящая Более того Он может заправляться На обычной дизельной заправке Если у нас есть Такая стоимость Объекта То мы можем Вылучать потребительский кредит А значит Банки Могут быть заинтересованы А если я сейчас Включу Ну просто Маркетинговые механизмы Например Скажем так 50 километров от Москвы Сколько стоит Сотка земли Вопрос Рижская Новая Рига Сколько Неправильно 50 50 А 200 километров от Москвы Стоит 200 долларов Сотка земли 200 долларов и 50 тысяч долларов Разница 150 километров Так вот если я Девелопер Донстрой Например Беру поселок В 200 километрах от Москвы За Тверью Выстраиваю его И дарю вам Самолет За 100 тысяч долларов Как вы думаете Будут люди заинтересованы В таком доме За миллион Например Я думаю да Можно и в Питер И в Москву На всякий случай Вот этот самолет Который я вам сейчас буду рассказывать Ну он не самолет Он не вертолет Он непонятно что пока Я пока не придумал ему название Так вот Эта штука Летает в Питер и обратно Из Москвы За 3 часа В Питер и обратно На одном баке дизельном Поехали Управление и комфорт Значит сейчас есть В разных авиационных направлениях Есть разные Ну скажем так Модернизации Как сделать так Чтобы было хорошо летать Дело в том что Например девочка Которая сидит и мажет Помадой губы В огромном Феррари Где-нибудь на улицах Москвы Она же не парится Что там у нее внутри Там какой-то дроссель надо потянуть Там сжигание Там еще что-то Это не нужно ничего Это все автоматом передано Давно и успешно Потому что Когда автомобиль Стал дешевле Его стало больше Денег стало больше Вложились в R&D Так называемые В самолетах Этого не произошло Сто лет Они летают По тому же принципу Что и летали сто лет назад Ничего не изменилось Ни система сборки Не изменилась Ни система управления Не изменилась Почему вопрос? Понятно что в России Зима, дождь Молния, пьяные водители И так далее Да То есть нужно говорить О универсальном Всепогодном Применении Вот к этому я еще вернусь Беспилотное военное Специальное применение Что это такое? У нас Есть Кавказ Да? Кавказ это горы В горах не проедешь Соответственно Почему нам нужно ехать Из одного села По Серпантину Потом 5 километров До моста Через мост Если он живой Обратно 5 километров А потом еще 20 километров По серпантину На весь день Когда здесь вот есть 3 минуты перелета Вопрос снят Дальше Беспилотное Если эта штука За такую цену Скажем Стоит 100 тысяч долларов Это стоимость одной ракеты Воздух-воздух Это для мальчиков Тоже Такая информация Так вот Для военных Это или Победа Или Полная Или меня убьют Просто-напросто Чтобы покупать Подороже самолет Так вот Есть такая идея Если завтра Я в интернете Запускаю компьютерную игру За сети Свой Дальний Восток И Вот эти вот Залипалы Которые прогуливают уроки Вот эти сидят там Да? Ты что делаешь? Ты на Плейстейшене играешь? Ну-ка быстро уроки делай А он может быть чемпион А он может быть В тренажерах В своем там Интернет-сообществе На своем форуме Мега-супер-труппер Какой-нибудь Да? И он может быть В блогах Самый крутой мальчишка Да? Кто он там? Он может быть Бэнкси какой-нибудь крутой Кто знает? Так вот Вот эти залипалы Которые там сидят Это они же Через 10 лет Вот этим пацанам По 20 лет Они руководят Из контейнера В Техасе Беспилотником Вот этим В Афганистане Вот нормально А зачем мне готовить пилотов И кучу-то керосина На них тратить? Мне не надо этого тратить Я запускаю игру Защити свой Дальний Восток И чемпион этой игры Мне не важно Какой у него возраст 6 лет Или 16 лет Чемпион этой игры Подключается к реальному аппарату Одному из 15 тысяч В год выпускающихся Беспилотному Беспилотному Который везет на себе Тонну Страшных вещей Я вам просто Страшные вещи рассказываю Сейчас Меня могут заколбасить После этой лекции Вот Опять же Смотрите какая ситуация У нас есть город Тольятти Где недавно было уволено 50 тысяч человек С Волжского автозавода Ну нафиг они там не нужны Французской компании Рено Ну сори ребята Да А я вообще из города Тольятти Я знаю прекрасно Что 50 тысяч человек Это 50 тысяч семей А 50 тысяч семей Это 250 там Или 200 тысяч человек Это парикмахерские Это столовые Это детские садики Это дети растут И жрать им Нечего Да Так вот У меня вопрос А чем они будут там заниматься Бандитами станут Скорее всего Вот Поэтому у меня есть Предложение К автозаводским Моногородам Рассмотреть этот вопрос По поводу того Что мне нужны люди Которые собирают Автомобильное производство Вот такое вот И все Поехали дальше Трудоустройство Вакантного Летного состава За последние 8 лет У нас на землю Село 2500 Самолетов Я вам уже рассказывал Региональные перевозки Прекратились практически И Из Красноярска В Хабаровск Можно долететь Через Москву Нормально? Это тупо Я считаю То есть это Красноярск Москва Хабаровск Потому что Красноярская барышка один раз в неделю летает. Самолетик маленький, пукалка. Поэтому люди тратят страшные деньги и страшное время на вот этот странный логический перелет. Эти люди, которые обслуживали раньше самолеты, могли бы стать моими клиентами, таксистами. Они знают про воздух и все. Сейчас с МГУ мы начинаем переговоры по поводу контурного плетения несущего композитного корпуса. Что это такое? Варежку, знаете, варежка обычная, которую бабушки вяжут. Вот тут вот на пальчике, вот здесь такой узелочек такой замечательный совершенно. Вот тут у нас потолще становится, а здесь вот потоньше, а здесь вот опять потолще, а здесь опять потоньше. Так вот, это композитные материалы с заданными свойствами. То есть мы можем плести на компьютере те монококи, как Формулу-1, с заданными свойствами. В этом месте покрепче, в этом месте послабее. Но это сложно объяснять, я долго не буду. Это к разговору о станках. Да, когда станки вот у нас были там швейные машины, теперь это будет печатать. Ну вот следующий переход ткани будет печать ткань, например. Это к разговору об инновациях. Когда вот мы шили сначала вот так, все сшивали, потом на машинках, потом на каких-то там станках, а сейчас это будет печать, например. Это то же самое. Аэрошкола, конечно, нужна будет, естественно, потому что мы все-таки в воздухе, мы не птицы. И у нас вестибулярный аппарат не такой, как у них. Поэтому нам придется учиться, так же, как мы учимся на автомобильных школах. Это кадры из фильма «Пятый элемент», когда они висят на разном уровне и ездят по улицам там так, а еще вот так можно. Так вот, нужен будет 3D-диспетчер. Это инновационная совершенно история. Это не страшно, потому что когда-то кто-то придумал правила дорожного движения автомобильного. И одно из первых правил дорожного движения, если кто-то вспомнит, в Англии было. Если вы передвигаетесь на самодвижущейся повозке и увидели впереди конный экипаж, припаркуйтесь, остановитесь, зачехлите свою самодвижущуюся повозку, пропустите лошадь, чтобы она не испугалась, а потом продолжайте движение. Нормально? Ну и где эти лошади сейчас? Попробуйте найти хоть один журнал в киоске про лошадей. Ну, поищите, может про ипподром что-нибудь найдете. Цель. Вот такая цель. Чтобы лететь не вот в этой колбасе, куда вас везут из Красноярска в Москву, а потом в Хабаровск. А лететь туда, куда вы хотите. Чтобы ходить по пляжу, топ-топ-топ, может быть даже сесть где-нибудь на воду. Не знаю насчет нырнуть, у меня тут есть один проект про нырнуть. Но желательно питаться на свалке, да? Поэтому ситуация какая? Если мы начнем еще перерабатывать наши отходы, топливо, будет замечательно. Система перехода, я тут долго останавливаться не буду, как бы. Система перехода такая. Вот гужевой транспорт, вот автомобильный транспорт, нынешняя система, вот следующая система. Лошадь, упряжка, экипаж, ямщик. Из чего это состояло? Сейчас автомобиль состоит из двигателя, управления, сборка, материалы, обучения и так далее. Мы вот этот весь квадрат перетаскиваем сюда. Автомобильная система полностью. Автомобильная система. А здесь инфраструктура. Асфальтовая дорога, топливо, сервис продажи. Мы берем топливо, сервис продажи и оставляем асфальтовую дорогу. И эти деньги мы можем перекинуть на развитие этого транспорта. Про минусы не буду. Про плюсы такие. Все страны без инфраструктуры, у которых нет тоннелей, мостов, дорог, инфраструктуры, топлива и всего остального прочего, мы забираем себе порядка миллиарда потенциальных покупателей через 10 лет. Потому что через 10 лет на земле будет очень много людей, которым нужно будет передвигаться. Экономим на дорогах, расходы на последние мили. Да, мы никогда не достраиваем дорогу от трассы до деревни. От трассы до деревни у нас никогда последние 3 километра. Это так называемая золотая миля. Создание новых промышленных отраслей, новые рабочие места, моногорода. Конкурентный экспортный продукт. Кроме девочек и Калашникова, мы сможем что-то еще продавать. Поехали. Что это такое? На всякий случай, 7600 метров это достаточно высокая гора. Это Эльбрус. Мы можем через него перелетать. Скорость 500 км в час, двое быстрее, чем вертолет. Дальность 2000 км. Это в 4 раза дальше, чем вертолет. 5 человек, 500 кг груза, вертикальный взлет и посадка. Стоит как автомобиль, не забывай. Да, то есть как бы... Вот система взлета. Я тут сильно останавливаться не буду. Вот. Здесь, значит... Ну, это бла-бла-бла. Это пока... Знаете, давайте так. Это пока не пятый элемент. Но первый телефон, который выносил тот мужик в красном пиджаке из своего багажника, очень сильно отличается от вот этого девайса, который вам бесплатно дают за 150 рублей. И еще 150 рублей на счете у вас есть в Евросети. Да? Между ними 20 лет. Поэтому я делаю первый черный телефон в багажник. Я делаю первую-первую ласточку. Вот так он примерно выглядит. Все. Спасибо большое.